Открывает список победителей конкурса на почетном третьем месте частный двор в станице Гастагаевской. Валентина Шкуро родилась и выросла здесь. На время переехала в Ростов и все время мечтала о возвращении в родную станицу. Когда проживаешь вот на Кубани в таком прекрасном месте, и когда ты деть, дитё природы, то жить в многоэтажке очень сложно. Я жила там как в клетке, можно сказать, птичка. И мне всё время снился Гастагаев, с его садиками, с его городиками. И вот когда мне пришлось вернуться на родную землю, то первое, что мне захотелось, сделать уютный дворик. Чтобы можно было отдохнуть, чтобы встретить, посидеть с друзьями, с родственниками. Уютный дворик Валентины занял третье конкурсное место. На втором – цветущий двор Марии Цемляковой. 40 видов гераний из разных стран. Редкий махровый гибискус, бругмансия и другие редкие пышноцветы украшают двор победителя конкурса. За канадской елью прижился экзотический киви. А начиналось всё с малого. Однажды я пошла в магазин и увидела герань. Она такая была неухоженная, такая неухоженная. И я купила её. Я её вырастила, она у меня до сих пор ещё есть. Бывают люди, которые просто не любят цветы. Цветы нужно любить. Любовь к цветам и зелёным растениям на втором месте. Первое. Первое место и звание победителя конкурса в этом году достоин уютный двор семьи Блажко. На одном участке собрана коллекция декоративных, фруктовых, редких, южных и красивых, суровых и тонких одновременно растений и кустарников из Якутии. Иностранные плодовые благодарят за уход и заботу. У нас есть гранат, у нас растёт киви, лавровый лес. Мы, конечно, не ходим и не покупаем. Вот он, куст стоит, растёт. Значит, редкие. Два растения у нас, которые занесены в Красную книгу. Муж приобрёл их, конечно же, не где-то там, не выкопал, потому что их не найдёшь. Конечно, это мы у селекционеров эти растения брали. Мандарин, лимон, апельсин. Урожай собираем. Вот это дерево кинкан. Это маленькие мандаринки, если вы видели, продолговатые, очень вкусные. Причём они, когда растут именно в грунте, в открытом, они намного слаще, чем, допустим, выращиваются где-то в питомниках или очень вкусные. Сочный, зелёный и цветущий двор семьи Блажко занимает. Первое место среди самых лучших и уютных дворов города и сельских населённых пунктов Анапы.